Необычайной красоты песни, утонченные и грациозные танцы. Все это присущее корейской народной культуре. И говорю я об этом потому, что народная диаспора, община корейская, крымская, местная, отмечает 25-летие со дня создания на полуострове. И подробнее нам об этом расскажет Владимир Ким, председатель Национального совета региональной национально-культурной автономии корейцев Республики Крым. Доброе утро! Ну что ж, 25-летие, как отмечали? Рассказывайте! Будем отмечать 25 января, это в канун Нового года по лунному календарю. Все-таки четверть века пролетело практически мгновенно. Но радует одно, если до сих пор существует корейское общество, значит это кому-то надо, значит это нужно людям, значит мы что-то делаем и двигаемся куда-то вперед. Ну вот в прошлом, уже в 2019 году у вас также были какие-то празднества о них. Можете рассказать поподробнее? Ну скажем так, с 1998 года мы заложили традицию, что мы празднуем Новый год по восточному календарю. У нас корейцы в основном 80% заняты в сельском хозяйстве, поэтому собрать максимальное количество людей, которое только возможно, это как раз так и выпадает зимой. Поэтому мы заложили эту традицию. Хотя сам праздник Соль-Наль, который называется, мы празднуем первый день января по восточному календарю, это вообще семейный праздник. В этот день мы идем к старшему поколению, поздравляем их, дарим подарки, старшие тоже детям особенно денежку дают, это приятно. Но мы вот решили и завели такую традицию с 1998 года, отмечаем его массово, собираемся, потому что общение, оно важно. Владимир Алексеевич, как председатель общины, скажите для вас конкретно, что значит эта дата, это же четвертьвековой юбилей? Я вам больше скажу, не хочется говорить я, но я, кстати, стоял у истоков. Отец мой выступал тогда учредителем, когда мы создавали ассоциацию корейцев Крыма. И так как я был парень молодой, мне поручили отвечать за молодежное крыло. С 1995 года, скажем так, я вот в этом движении, в национально-культурном, и для меня это, конечно, дата такая, которая, есть приятные воспоминания. Я понимаю, что надо двигаться дальше, надо уже, хотя я вроде сам еще возраст такой не сильно-то и большой, но хочется уже подключать больше молодежи, чтобы что-то вносить, что-то новое. Все-таки мы уже идем по накатанной какой-то определенной, из года в год мы празднуем Новый год по восточному календарю. Нет уже какого-то такого драйва, новшества. Поэтому мы сейчас максимально делаем упор. Вот, кстати, у нас с 25-го на мероприятии очень много будет молодежи, и танцевальный коллектив, и сценку какую-то, сказку они придумали, это уже открывает такой секрет небольшой. И надо двигаться вот в этом направлении, у молодежи более креативное мышление, и по-другому они видят все эти события, которые должны происходить. Как себя, кстати, молодежь проявляет? Вы знаете, есть, неважно какая-то эпоха, молодежь всегда есть активная, есть пассивная. И слава богу, что мы находим людей активных, которым это интересно, которым чуждо интересна культура. Я могу с гордостью сказать, что за пределами Кореи, вот мы, допустим, корейцы, проживающие в России, да, мы уже проживаем более 150 лет на территории России, мы больше чтим традиции и блюдем их, чем нежели в Южной Корее. Там есть многие вещи, которых уже в Южной Корее просто отказываются, они считают, что это не нужно. А нам-то это все предавалось из поколения в поколение, и мы не можем это перечеркнуть, потому что наши предки этого не поймут. Очень сильную миссию несете вы. Кстати, нашим телезрителям хочу сказать, ну, быть может, даже где-то похвастаться, потому что мне приходилось бывать на ваших мероприятиях не так давно, и мероприятия также были связаны с этой датой, с 25-летием, со дня создания. И это было просто удивительно, потому что приехали действительно представители из самой Кореи, и сами носители культуры, и вы ими являетесь. Но это же элемент вот сплачения, сплачивания просто людей, которые находятся, казалось бы, далеко, но тем не менее, одна общая культура, одна идея, один образ жизни. Это просто нечто словами трудно передать. Как сейчас придет, так говорить, это народная дипломатия, да? И мы пошли по пути того, что частным образом мы ведем переговоры с артистами, с музыкантами, приглашаем их на территорию Республики Крым, чтобы они приезжали сюда вот именно с миссией культурной. И мы проводили фестиваль вот буквально летом, международный фестиваль классической музыки. Человек 5-6 приезжало артистов, музыкантов. Вот таким образом пытаемся показать, что вот мы здесь, вот корейцы, проживающие в России, нас не ущемляют, мы, наоборот, развиваемся. Они с удовольствием приезжают, и мы будем продолжать, кстати, эту работу, причем более усиленно уже. Мы желаем вам удачи, дальнейшего развития, конечно же, удивлять и процветать. Спасибо вам за то, что это утро встречаете в нашей компании. Но нашим телезрителям хочу напомнить, что сегодня здесь, в этой студии, был Владимир Ким, председатель Национального совета региональной национально-культурной автономии корейцев Республики Крым.